Микс Ньюс Я слышал, что врагов лучше держать поближе. Это сказал тот, у кого было мало врагов. Зима близко. К чему приведут Игры Престолов в современном мире? Цикл программ о явлениях, знамениях и интерпретациях. Культ Просвет. Ведущие Денис Ханов и Вадим Родионов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Зима близко». В студии в Риге работает Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на связи из Берлина с нами Денис Ханов. Денис, здравствуй. Здравствуй, добрый день, уважаемые радиослушатели. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Вы также можете присоединяться к нашей дискуссии. У нас сегодня тема непростая, как и всегда, практически всегда в нашем эфире. Эфире «Антисемитизм сегодня» и «Память после ухода свидетелей». Об этом мы сегодня поговорим в течение ближайшего часа. Да, еще раз добрый день. Напомню, что в этот понедельник, 75 лет назад, советские войска освободили заключенных концентрационного лагеря, лагеря смерти Аушвицбиркенал. И то, что открылось глазам людей, казалось, не может существовать. И множество свидетелей говорят о том, что шок, который, по сути дела, распространился среди советских войск, среди тех, кто получил информацию об этом позднее, долгое время просто не позволял дискутировать на тему того, насколько зло может распространиться в Европе во второй половине XX столетия после классической немецкой философии, после всех достижений, скажем, технических, после индустриализации, либерализации западноевропейских обществ. Однако с 1933 года по 1945 год было уничтожено огромное количество людей, людей, которые думали иначе, которые отличались, скажем, в своем этническом происхождении, в своей вере, по целому ряд других признаков, включая состояние здоровья, душевное здоровье, в том числе сексуальная ориентация и прочее-прочее. Но это также и период, который известен как чудовищные преступления против еврейского народа, Холокост или Шоа, который подготовил антисемитизм. И сегодня мы хотели бы поговорить о том, что в современной Европе, да и во всем мире, к сожалению, антисемитизм не исчез, и чудовищные преступления нацизма, о которых вспоминают в эти дни, по сути дела, все, и в Европе, и в мире, особенности же, конечно, в Германии, в Польше, в России. Все, кто участвует в этих, скажем, мемориальных днях и мероприятиях, они задают себе один и тот же вопрос. Как предотвратить распространение антисемитизма в современном мире? В мире, где с помощью интернета можно очень легко и быстро распространить, скажем, ненависть, распространить всевозможные, скажем, негативные мысли, идеи, видео, скажем, можно распространить приглашение к уничтожению кого-то другого, всевозможные потоки негативной энергии, которые существуют в интернете, они во многом готовят почву для современного антисемитизма. Он куда более мобилен, он куда быстрее распространяется по миру. И то, что я сейчас наблюдаю, скажем, потребляя немецкие СМИ последние три дня, сегодня, например, немецкий Бундестаг вспоминает тех, кто стали жертвами нацистского режима на протяжении тех, скажем, печальних 12 лет с 1933 по 1945 год, то сообщение, которое, условно говоря, распространяется в немецких СМИ, оно во многом, конечно же, отличается по интенсивности от других стран. Это и понятно, потому что современное немецкое общество достигло одного, и это очень существенный момент, понять и принять то, что нация могла совершить чудовищные преступления. Но это ведь, извиняюсь, что перебиваю, мне кажется, это важный момент. Это ведь далеко не все способны принять, и это всегда очень сложно принять, принять свои черные чудовищные страницы собственной истории, потому что как раз если говорить о немцах, о Германии, то проиграв войну, пережив Нюрнбергский трибунал, пережив все стадии вот эти, которые обычно есть, отрицание, гнев, депрессия и так далее, общество пришло к тому пониманию, что было на протяжении 12 лет. Тех, у кого не было своего вот этого Нюрнберга внутреннего или внешнего, то, в общем-то, они далеко по-другому к этому относятся. Мы можем взять, кстати, тему Холокоста, например, в странах Балтии, потому что, на мой взгляд, и в Латвии, и в Литве эта тема, несмотря на то, что уже начинают о ней говорить, она все-таки до конца еще, как мне кажется, это субъективное мнение, неосмысленна и не переработана, потому что, несмотря на всю трагедию, которая происходила на территории Балтийских республик, у нас, как мне кажется, опять же, я здесь подчеркиваю свое личное мнение, политики часто пытаются занизить эту роль и занизить эту боль. Вот как ты считаешь? На самом деле, как раз в обращениях официальных лиц в Германии здесь в эти памятные дни подчеркивалось то, что нельзя никогда подвести линию под мемориальной культурой, под культурой, скажем, скорби и воспоминаний о чудовищных преступлениях. Иными словами, надо признать, что процесс внутренней работы каждого общества над тем, почему в этом обществе могли появиться люди, которые уничтожали других людей только потому, что эти другие люди по каким-то российским теориям должны были в их представлении, в их фантазии быть менее достойными, достойными быть человеком, что называется «untermenschen» или «недолюди». В любом случае, этот вопрос очень актуален, несомненный в балтийских странах. У нас особенность, конечно, состоит в том, что если немецкое общество переживало извне, как импульс извне, достаточно долгий процесс деноцификации, иными словами, это происходило на уровне того, что мы называем политическим образованием или политическим просвещением, то в балтийских странах после 50 лет советского режима только постепенно-постепенно эта тема открывалась. Ведь на самом деле эксперты, которые куда лучше меня могут об этом рассказать, историк Илья Ленский, директор музея Липки Лолита Томпсона и их коллеги в музее Жанни Салиткоя могут рассказать о том, что в советский период Холокост, как, условно говоря, отдельный вид или форма преступления против человечества не принималось. В Советском Союзе всё это, условно говоря, было в общей рамке преступления нацистского режима против советского мирного населения и так далее. Иными словами, были попытки частные или общественные каким-то образом вспоминать погибших, вспоминать жертв расстрела и уничтожения еврейского населения, но на официальном уровне ничего подобного не существовало. Что же происходит теперь в латвийском обществе? По поводу Литвы, увы, я ничего не знаю, знаю только то, что, к сожалению, и в литовской истории есть эти чёрные страницы, где даже, скажем, офицеры Вермахта в своих письмах и воспоминаниях подчёркивали жестокость местного населения по отношению к своим же согражданам. Таким образом, получается, что для литовского общества это тоже проблема. Но у нас в какой-то степени доминирует, скажем, понятный эгоизм жертв другого режима. И эгоизм этот нужно принять как часть общественного дискурса. Иными словами, латвийское общество, в основном это касается, конечно же, латышского населения, но и других этнических групп, оно на протяжении последних 30 лет живёт в пространстве своей травмы. Но, по моему мнению, очень мало что с ней делает. То есть, опять же, в немецком обществе после этого периода деноцификации и осознания своей собственной коллективной ответственности и вины и ответственности, потому что они соседствуют, в немецком обществе появилась, скажем, довольно стабильная группа населения, которая, ну, скажем, обладает иммунитетом против правого радикализма, популизма и неонацизма. В то же время, конечно, мы видим и на различных демонстрациях в разных городах, особенно в Восточной Германии, скажем, неонацистов, которые выступают там в соответствующем внешнем образом, со всевозможными плакатами, которые как бы находятся уже на грани запрета. Есть и партии, которые официальный, скажем, политический стеблишмент признаёт риском для демократии. Но то, что я вижу эти дни, это то, что это не просто, скажем, официальный поток пышных необходимых формальных фраз, а это, опять же, на уровне потребления СМИ видно, что идея того, что мы не хотим возврата к тоталитарному прошлому, мы будем стараться сделать эту среду приемлемой для наших, условно говоря, собратьев из других вер, потому что евреи в Германии не являются этническим меньшинством, они являются согражданами другого вероисповедания. Это очень важно, потому что это тень гитлеровского, скажем, нацистского режима, который как раз, скажем, маргинализировал евреев как, скажем, страшную, опасную этническую группу. То есть он апеллировал к этносам, по сути дела, собрав в своих безумных текстах всё то, что Европа наработала в области расизма, начиная с XIX столетия. Здесь, мне кажется, смотри, важно ещё на одну деталь указать внимание, как мне кажется, опять же, если мы вспомним биографию Гитлера после Первой мировой войны, вот эта риторика о том, что евреи забирают у нас рабочие места, мы настоящие немцы вынуждены там, когда он ночевал на улице, вместе с бомжами. И вот эта тема переключения социального, да, о том, что вот они виноваты в том, что у меня сейчас всё плохо, мне кажется, мы сейчас можем найти это во многих европейских странах. Мы можем найти это в риторике, связанной с беженцами. Мы можем даже это найти на уровне Латвии в риторике, связанной с тем, что наша экономика находится в той ситуации, в которой находится, спустя 30 лет после развала Советского Союза, потому что у нас была оккупация, инкорпорация, советизация, неважно, кто как уже это называет. То есть, условно говоря, это переключение себя на другого, поиск этого врага и наделение его ответственностью за то, что у нас происходит. Ведь это и сейчас, и сегодня очень популярная риторика. И меня, честно говоря, многие тенденции в Европе пугают. В отличие от Германии, которая имеет эту прививку, которая прошла весь этот курс реабилитации, такой психологический после нацизма, и до сих пор его проходит. То сегодня, посмотри, опять же, риторика, которую ведут представители нашей правящей партии, которую мы очень любим упоминать в нашей программе. Это нацблог о том, казалось бы, о чем такого плохого в Гитлере, говорит один из их лидеров в переписке с британским неонацистом. То есть, становится уже можно вроде как говорить на те темы, которые раньше считались, ну, еще некоторое время назад, не очень правильными в Европе. Сегодня это уже смягчается все. Не согласен с этим? Я согласен с тобой. Я хотел бы во второй части нашей программы, я понимаю, что сейчас нам нужно будет отправиться на короткий перерыв, поговорить о том, о как, собственно говоря, бороться с современным антисемитизмом. Потому что исторические события, мемориальные даты, они дают нам, скажем, такой символический импульс для того, чтобы помнить и не забывать те преступления против человечества. Потому что, на самом деле, и здесь я согласен, например, с той же Лолитой Томпсона, это не только, условно говоря, скорбь и коммеморация еврейского народа. Это трагедия и ужас, и стыд, и ответственность всего латвийского населения. Потому что наши сограждане, жители наших городов, наши соседи были уничтожены. Это поэтому наша ответственность и наша трагедия, и, собственно говоря, наше задание, как, скажем, предотвратить подобные преступления в будущем. Поэтому попробуем во второй части поговорить о том, что делать для того, чтобы в будущем эти ужасы не повторились. Да, сейчас небольшой перерыв, буквально несколько минут прервемся. Программа «Зима близко». Денис Ханов с нами на прямой связи из Берлина. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Это программа «Зима близко». В студии в Риге работает Вадим Родионов. На связи из Берлина Денис Ханов и звукорежиссер Родион Золотарев, который обеспечивает наш эфир сегодня. Вы, кстати, тоже можете участвовать в нем. Звоните к нам в эфир по телефону прямого эфира. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните из-за рубежа, Кот-Латвии, плюс 3-7-1. И пишите в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Мы готовы к дискуссии, как и всегда. И говорим мы сегодня на тему антисемитизма. На тему антисемитизма, да. Что здесь добавить? Денис. Да, я думаю, что перед тем, как мы примем звонки наших радиослушателей, можно было бы заглянуть в будущее и задать себе вопрос. А как сделать так, чтобы не повторились эти чудовищные преступления? Ведь на самом деле, я должен признаться, мои первые впечатления после того, как я приехал сюда в июле, и долгое время я не был в Берлине, я бродил по центральным площадям и улицам, я видел целый ряд мемориальных пространств, памятников, зданий, инсталляции, например, те же пустые полки, которые встроены в асфальт возле университета Гумбольта, где когда-то сжигали книги. И я видел, естественно, Брандбургские ворота, потом мы вспоминаем хорошо известный фильм по роману Кристофера Ишервуда. Вот вдруг вылетел из головы. Кабаре. И Кабаре — это этот фильм, и, собственно говоря, само пространство музыкальных вечеров как бы показывает через призму, скажем, такого бурлеска, тот ужас, который подступал уже, что называется, к горлу, где по городу уже избивали коммунистов и социалистов, где, скажем, коричневые и чёрные рубашки уже, скажем, наводили ужас на население, распространяли стереотипы, предрассудки. И когда, например, умершвили собаку, скажем, девушки из богатой еврейской семьи. В то же время надо задать себе вопрос, а что делать? И я думаю, что один из, скажем, моментов, которые нужно было бы перенять, особенно в Восточной Европе, с пока ещё достаточно неустойчивыми демократиями или, скажем, демократиями, которые ослаблены или ослабляются правым популизмом, ослабляются экономическими перетурбациями, неуверенностью, страхами. Это то, что здесь в Германии называется политическим образованием. Называть это можно по-разному, в том числе и политическое просвещение, но речь идёт об одном. Это, по сути дела, школа демократии. Школа демократии вне школы, то есть вне учебных программ, потому что этого довольно как бы в учебных программах, но это, условно говоря, содержание и курсы, которые предполагаются для гражданского общества, для так называемых обществ, то, что мы называем бедриба или в старорусской версии калька с немецкого феррейн. Иными словами, это попытка донести демократию до людей, которые, может быть, уже закончили школу, и, скажем, официальное содержание программ образования и официальная европейская история может обойти их стороной. То есть это... Или это те люди, которых мы называем здесь, допустим, метущиеся или те, кто, может быть, не уверены. То есть это так называемое... В немецком языке есть такое понятие подвижная середина. То есть это вроде люди, которые как бы готовы участвовать в демократии, и на них можно положиться как на носителей демократии, но они сомневаются, их обуревает страх. Это как раз те, кто, собственно говоря, выбирали, например, глобального шута господина Трампа, который теперь каждый день просто предоставляет нам бесплатный цирк с очень тяжелыми последствиями для мировой безопасности. Это те, кто, по сути дела, отреагировали на Брексит, и в ближайшие дни Великобритания из-за этих людей, из-за их, по сути дела, взбалмошности покинет европейское сообщество и нанесет урон будущему поколению Великобритании. Иными словами, мы видим результаты того, что право и радикализм, призывая к власти идиотов, он создает, по сути дела, предпосылки и к таким вещам, о которых Трамп уже кругом трубит. То есть это стена, это чужие среди своих, это подозрительные личности, это в Америке на уровне политической элиты были скандалы, когда его обвиняли даже в расизме. То есть, условно говоря, люди заигрывают опять с, ну, скажем, с очень опасным материалом, потому что и здесь, в Германии, да и во всём мире антисемитизм, как палочка Коха, она существует во всех нас, в лёгких, но при определённых условиях, я не знаю, там, тёмное подвальное помещение, холод и отсутствие витаминов, у нас может развиться туберкулёз. Также антисемитизм может развиться в темноте, когда кругом вокруг нас выдуманные страхи, мировые заговоры, там, какие-то, скажем, группы или группировки, которые высасывают кровь рабочих и так далее. То есть, на самом деле, с этими лозунгами заговора, которые очень любят население Латвии тоже, в том числе, Гитлер пришёл к власти. Посмотрите плакаты, посмотрите историю предвыборных кампаний 20-30-х годов. Правые радикалы тогдашние, Гитлер ничем не отличается от них, они шли на выборы просто с таким вот букетом коллективной истерии, которая вот и выросла в чудовищные, скажем, технологически великолепно отрепетированные и планированные массовые убийства. Не забудем, что погибло около 6 миллионов евреев. За этой ужасной цифрой скрывается история и трагедия каждого отдельного человека, престарелого мужчины, больной женщины, и, скажем, ребёнка, который стал объектом для медицинских опытов. Это то, что никогда нельзя забывать. Поэтому, собственно говоря, немецкий философ Адорно задал вопрос, есть ли возможность писать стихи после канцлагерей, после Аушвитца. Да, можно и нужно писать стихи, но нужно вспоминать о том, что это мы, общество, которое создаёт этих монстров, это не какой-то злобный волшебник, который появился из Австрии, не смог стать студентом художественной академии, и вот, собственно говоря, написал чудовищную книгу, сидя в тюрьме. Но это, видишь, это вопрос плодородной почвы, потому что я не идеализирую общество ни в одной из стран. Наверное, конечно, есть общества, которые уже прошли больше, там такие уроки демократии, другие нет, но здесь вопрос существования демократических институтов, которые будут регулировать и соблюдать этот баланс. В Латвии, на мой взгляд, с этим серьёзные проблемы. Мы видим, что у нас не включаются механизмы защиты, когда что-то нравится одной группе. Например, наша интеллигенция, латвийская, латышская, не осуждает нацблок. Хотя, на мой взгляд, эта партия не должна быть в правительстве, уже именно по причине своей идеологии. Честно говоря, у меня вызывает чувство диссонанса, когда Инар Мурниц едет в Израиль, и жертв Холокоста как раз тоже там участвуют в мероприятиях памяти. Я понимаю, что у нас спикер Сеймана, вся партия, вся идеология этой партии, которая направлена на такой националистический подход, на этническую доминанту, которую они не скрывают, это выглядит неким лицемерием. На мой взгляд, всё-таки, опять же, подчеркну, это субъективная программа, где мы высказываем своё мнение, поэтому я делаю такую оговорку. И, соответственно, у нас нет этих механизмов защиты. У нас всё, как мне кажется, упирается в некие такие небольшие группы, и люди часто боятся высказывать своё мнение и говорить то, что они думают, потому что посчитают, что их припишут к какой-то группе, ну, условно говоря, припишут к коммунистам, людям, работающим на Кремле и так далее. То есть создана такая система сейчас, что критика власти определённых партий сразу приравнивается к работе на потенциального врага. А где враг, ты сам знаешь. Ну, на самом деле, надо не забывать и то, что как раз национальное объединение со своими, скажем, псевдоромантическими идеями преамбулы создавало и атмосферу, в которой могла появиться, скажем, лояльность. То есть это термин, который, в принципе, абсолютно бессмысленен, он формален, он опасен именно потому, что нету чётких критериев оценки, нету какой-то шкалы, нету приборов для измерения и прочее, прочее. И вообще, собственно говоря, это попахивает немножко, скажем, такой советчиной. Как ни странно, хотя эта партия представляет собой, скажем, националистический фланг нашего политического спектра, но, по сути, они аргументируют и оперируют очень классическими советскими механизмами маргинализации другого. Мы хорошо помним, как бы, скажем, их реакцию на журналистское расследование. Мы видим, что они, по сути дела, да, они далеки от принципов плюрализма и толерантности, включения. Может, кто-то из наших радиослушателей скажет, ой, опять вы толерантность употребляете, что это за индоктринация и так далее. Но суть современной демократии как раз именно в том, что нельзя её создавать за счёт других. Она есть консенсус между очень разными группами, которые могут существовать в рамках конституционной культуры, в рамках, собственно говоря, либеральных ценностей. А что такое либеральные ценности? Это прежде всего свобода индивидуума и то, что, как, например, написано в немецком основном законе или в Конституции, что, скажем, нельзя никоим образом, скажем, посягнуть на честь человека. А, по сути дела, тоталитарные идеологии, правые радикалы, националисты и так далее, они прежде всего не ставят ни во что именно индивидуальную свободу и достоинство человека. Потому что другой — это точно такой же, как я. Для него я другой. Для другого я радикально отличный. И, по сути дела, я думаю, что очень важно совершить как раз эту внутреннюю работу в обществе. Она у нас, к сожалению, не производится, потому что я считаю, что наше общество лениво, а наши политики прекрасно используют то, что мы лежим на печи. Потому что, на самом деле, вы помните прекрасно скандалы с партии «Зелёных», когда один из депутатов тоже на латвийском радио высказал всевозможные, по сути дела, теории заговоров. И в его содержании было как бы содержание антисемитское. И он в какой-то степени в Твиттере стал на время героем. Так как я долгое время работал в музее Жаниса Липки и всё ещё стою с ним связанным, то мы ежедневно получаем информацию от всевозможных, скажем, участников дискуссий в Фейсбуке, где прежде всего речь идёт о том, что ну вот вы евреев так жалеете, бедных несчастных, а вот кто же латышей пожалеет или ещё что-то такое. То есть это то, что мы называем эгоизм своей травмы. А когда мы поймём, что мы должны выйти из этого эгоизма, и я ещё раз хочу подчеркнуть, не потому что этот человек мне близок как добрый друг и коллега, но Лолита Томпсона смогла в какой-то степени сделать такой перелом коллективной памяти и культуры. Она каждый год в ноябре приглашает всех, не только еврейскую общину, помнить об уничтоженных. Это очень важный принцип. Нам необходимо делиться не только своей болью, но и воспринимать боль другого. Только так мы можем, по сути дела, открыть глаза на то, что националистическая идеология опасна для всех. Она опасна для латыша, так же, как и для национальных меньшинств, потому что она, по сути дела, в своём содержании прежде всего делает иерархии между различными общинами, не признаёт равноценность культур, наполняет нас страхами, наполняет нас всякими привидениями, которых реально не существует, движется в сторону не созидательную, а разрушительную, добавляет ненависти, злобы, предрассудков и так далее. И на этом, по сути дела, уже десятилетия триумфально въезжает в наш парламент. Что в результате получается? В результате получается, что из-за этнического мы забросили давным-давно где-то на верх шкафа саму демократию и то, что свобода для нас важнее. Мы не выходим на улицы, когда, собственно говоря, процесс референдума становится всё более и более тяжёлым, многие даже считают почти невозможным. Мы не выходим на улицы, когда речь идёт о, допустим, приступах антисемитизма в публичном пространстве. Мы не возмущаемся тем, что политики продолжают, что называется, вальяжно сидеть в Сейме после того, как они высказали, например, идею о том, что русские – это вши или так далее. То есть в Германии, скажем, назовём это в странах стабильной демократии, такие депутаты просто исчезли бы. То есть партия бы во многом не допустила бы вообще его появление в публичном пространстве. У нас такие люди, которые откровенно распространяют межэтническую рознь, они, по сути дела, приносят даже в какой-то степени пиар своим партиям, что, по моему мнению, чудовищно. Точно так же я могу критиковать и то, что, например, вся шумиха по поводу Ушакова опять же шла по этническим критериям. И мобилизация людей, мне кажется, в этом и есть большой кризис согласия. Я очень надеюсь, что кризис приведёт к их исчезновению с политического пространства, потому что это уже пережитое, а не прошлое, они должны уйти в архив. И именно потому, что они, по сути дела, продолжают линию этническую, а не общегражданскую и политическую. То есть они зеркало других партий с другого фланга, с другими акцентами, но этническое всё равно присутствует. И оно, к сожалению, приводит именно к трещинам в обществе, где, по сути дела, как это не смешно звучит, социал-демократы, если они такими себя считают, вдруг начинают возмущаться по поводу того, что православное Рождество не является праздником. Это отдельная история, и уже долгое время она муссируется, но так смешно звучит из уст якобы социал-демократов, скажем, беспокойство о душевном состоянии православных. Но на самом деле, в то же время, эта партия никоим образом не высказывается за партнёрские отношения, за большую толерантность по отношению к ЛГБТ, и так далее, и так далее. Ну, таким образом задается вопрос, это вообще что? Это социал-демократия современной Европы, плюрализма и многообразия, или это такой, скажем, сгусток, условно говоря, русскоязычный бизнес-проект? Ну вот, в моём восприятии, это моё личное мнение, это скорее второе, чем первое, поэтому я не считаю их социал-демократами, у меня есть свои политические, скажем, симпатии, и я очень надеюсь, что, например, те же прогрессивные, которые перешагнули через этнические барьеры, они могли бы стать новым импульсом хотя бы для левого фланга, который нам остро необходим, просто для того, чтобы была сбалансированная политическая культура. Но здесь, мне кажется, речь идёт всё-таки ещё и о готовности электората принять те или иные взгляды политические, потому что мы можем здесь смотреть с точки зрения театра или кинематографа, даже из серии, нужно ли идти на поводовый публике, или нужно воспитывать публику, то же самое можно, наверное, отнести и к партиям. Понятно, что есть консервативное большинство, с которым каким-то образом нужно работать, и если, например, партия понимает, я сейчас беру на примере согласие, что нужно продвигать идею Рождества православного, потому что это популярно у электората, и это будет востребовано, даже несмотря на то, что эти попытки, как правило, обречены на провал, если партия пойдёт дальше и начнёт продвигать идею ЛГБТ, то от неё отвернутся, и, соответственно, она потеряет часть твоего электората и станет менее успешной. И здесь вопрос, должен ли быть этот баланс, и должна ли партия, не хочу быть адвокатом или прокурором, просто с точки зрения логики рассуждая, должна ли партия, скажем так, сразу идти на такие радикальные, ну, с точки зрения их электората и восприятия электората, чтобы, в общем-то, что-то изменить в этом мире, или достаточно плыть по течению, по неким своим трендам, которые позволят ей держать хороший рейтинг. И это вопрос ко всем политическим партиям, безусловно. Почему те же либералы из-за этой стыбы пары не готовы к каким-то шагам, и, в общем-то, партия, которая позиционировала себя как либеральная, сейчас уже, как мне кажется, уже многими такой не воспринимается. Потому что тот факт сотрудничества с Нацблоком, например, вызывает вопрос, и ряд их заявлений о том, что если мы будем бороться за русские голоса, то потеряем латышские. Соответственно, ну, это простая логика, простая математика. Вот как быть в этой ситуации? Да, мы опять попали, что называется, в силки, скажем, вот этой этнической трещины или ВД-раздела. Потому что мы видим, что партии действительно не способны становиться партиями ценностей, или, скажем, на самом деле, каждая партия имеет право представлять те ценности, которые находятся в рамках конституционного пространства. Никто не говорит о том, что все должны быть левыми или все должны прямо бежать и заниматься ЛГБТ. Нет, никоим образом. Или, я не знаю, беженцами. Скажем, в более или менее, скажем, детально разработанной парламентской культуре, где есть спектр, скажем, широкий, детальный, то там присутствуют и те, и другие, и третьи, и пятые. И, в принципе, во многом можно просто-напросто и самому избирателю обнаружить те ценности, которые ему близки и стать, скажем, частью вот этого политического спектра или голосовать там на протяжении поколений за одну конкретную партию. У нас в Латвии, во-первых, мы уже не помним, сколько этих партий было и куда они все исчезли и просто развалились. Во-вторых, так или иначе, все они не в состоянии создать свой четкий профиль. Была попытка, допустим, прогрессивная, у них все еще достаточно мало ресурсов, но в какой-то степени успех от Ист-ИБПАР был связан с тем, что в Латвии накопилась часть, скажем, проевропейски настроенных либеральных людей, которые готовы были, скажем, перешагнуть и через этнические барьеры, и через какие-то ксенофобии, страхи, и они пытались в какой-то степени выйти на уровень, скажем, достаточно туманного, но такого либерального блока. Но наше несчастье состоит в том, что, да, к сожалению, большая часть голосов отдается все-таки националам, они все время в правительстве, они постоянно, как бы, как, что называется, пятое колесо, они мешают, они блокируют, и я считаю, и говорю об этом постоянно, я считаю, их угрозой для безопасности и развития латвийского общества, это партия, которая, по сути дела, сеет рознь и становится, ну, препятствием для создания политики интеграции в Латвии. К сожалению, их все еще продолжают выбирать, и с ними приходится считаться. Если бы количество их избирателей сократилось, на что я надеюсь, может быть, по каким-то вопросам, скажем, хронологии и биологии, может быть, все-таки уйдет часть электората, которые все еще поддерживаются именно на уровне болевых таких точек, скажем, своими травмами, и не пытаются с ними работать, потому что с травмой надо работать. Человек идет к специалисту и рассказывает о своих травмах и трагедиях и пытается их преодолеть, так и обществу это надо делать. Я говорю об этом постоянно, теперь уже почти как мантру, мы не работаем с нашими травмами. Мы их постоянно возбуждаем, мы их поддерживаем. Вместо того, чтобы наложить общий пластырь и каким-то образом создать мостики, мы каждый раз там царапаемся, посыпаем еще солью, там привносим какие-то новые элементы. Вот, как я уже упоминал, депутаты возьмут и вдруг скажут какие-то абсолютную чепуху и бред, оскорбят какую-то группу, так вот по ходу дела зная прекрасно, чем это грозит. И в то же время это популярно, значит, по сути дела, партии санкционируют подобные вещи. Ну и что получается? И мы вот все время в этом тупике постоянно бьемся лбом о закрытые двери и окна. А что страдает? Страдает, собственно говоря, как раз демократия. Страдает солидарность, страдают социальные реформы, страдают вопросы, допустим, связанные с гендером, признанием, равноправие, вопросы, связанные с борьбой с насилием в семье и так далее. То есть целый ряд вещей, которые могли бы делать нашу среду и общество лучше, они просто-напросто отметаются за ненадобностью в какой-то чулан. Поэтому я считаю, что просвещение должно воскреснуть и, собственно говоря, то, чем занимается немецкое общество, и сюда вкладываются огромные ресурсы, не только финансовые, ресурсы политиков. Политики приучены приучены обществом, интеллектуалами к тому, чтобы они держали свои представления о мире в рамках демократической либеральной конституции. Ясное дело, что личное пространство это другая история, но в общественном дискурсе правящая, скажем, элита чётко и ясно отмежевалась от безумной АФД, которая действительно здесь многими политиками открыто воспринимается как угроза, скажем, и они балансируют на грани конституционной культуры. У нас же в Латвии можно называть людей как угодно, можно распространять ненависть, и за это не следует до сих пор политическая ответственность. Таким образом, чему мы удивляемся, о каком православном Рождестве или о партнёрских отношениях может идти речь. Эти вещи просто-напросто не доходят до слуха избирателей, они им не нужны, вместо этого им предоставляются всевозможные теории заговоров. И, ну, вот опять мы сделали мостик обратно в историю. 75 лет назад чудовищный режим, который построил себя как раз на страхах, рухнул, но ценой, но безумной ценой, ценой жизни миллионов людей и миллионов людей, которые выжили, но вышли из-за этой войны уничтоженными. Фильм «Дилда», недавно созданный в России, показывает то, как живые люди продолжали быть убиенными именно из-за того, что война просто-напросто выжгла их сердца и души. Поэтому начало-то было боязнь одного, боязнь другого, рассказ о мировом капиталистическом заговоре евреев и так далее, и так далее. Я советую обратиться, например, к классике 30-х годов. Еврейский, австрийский писатель Йозеф Рот написал книгу, которая называется «Паутина», и по ней был создан фильм с Брандауэром, и там рассказывается о судьбе офицера, который, к сожалению, попал в сети нацистской идеологии. Так что антисемитом не рождаются, антисемитом становятся, к сожалению. Значит, с этим можно бороться. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим программу «Тима Близко» в рамках программы «Культ просвета». Она обычно у нас выходит. Денис Ханов выходил с нами на прямую связь из Берлина. Я работал в Риге, и звукорежиссер Родион Золотарев с нами также был сегодня. Спасибо, Денис, всего доброго и до следующей встречи. До следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова